всем привет друзья субботнее утро настроение повышенное благодаря тому что выходные бабушка у нас правда приболела горло не второй день болит вот молоко сейчас будем сыр делать фермерский пельмени варим ребятишкам в духовке мясо буженина варится два часа будем ее в этом в рукаве запекать вчера я замочила замариновал а вот я пойду сейчас сначала высажу жимолости потому что все еще стоят я их правда полила как бы все но стояли в классе ну ладно сейчас пойду быстренько высажу получила письмо от евгения викторовна из лесного она мне прислала два пакетика семян с перцем моим любимым да партнеровские смотрите вот ламуя и гораспел вот так что будем опять с этими с перчиками благодарю спасибо от бабушки отдельно так что вот и все получили евгения викторовна ваше письмецо прям письмо счастья сегодня с утра поднял настроение пошла сейчас молоко выносить смотрю в этом в ящике что-то лежит вот оказывается письмо вот такое пришло так ну что пошли сажать сейчас потихоньку расскажу по пути куда буду сажать потому что спрашивали вы тоже вместе со мной эту жимолость ой алюш закрой двери хорошо управляет сходит ничего у меня голову что тут вообще нет спрашивали про правила посадки на самом деле жимолость особых каких-то условий не требует единственное не ну не делайте непосредственно перед посадкой яма вот эти вот да когда там выкапывают яму там полметра хотя бы даже на полметра пусть небольшую за выполняем ее перегноем там всем что есть да короче говоря не делать эту рыхлую землю это будет хуже она так вот вот эти воздушные сейчас пройдем их пройдем воздушные вот эти поры которые в только что приготовленной яме образуются они нам ни к чему нам нужно наоборот плотное прилегание корешкам потому что времени мало для приживания сейчас и дождей возможно уже не будет может снег идти вот поэтому не делайте специальные ямы просто на штык лопаты садим и все в обычную садовую землю ну конечно бывает так что там ну вот хочешь посадить вообще на дорожку куда нибудь где там все так утрамбованы такая плохая земля где не как бы ну никогда не удобрялась вот допустим вот это вот ведь у меня ну тут наверное там то нет там картошка всегда а здесь вот у меня не шибко удобрено было да сюда я вносила перегной но если что-то и вносить надо все равно не перед самой посадкой вносить землю а именно заранее да то есть заранее подготавливать какую-то полоску куда будете высаживать эти кустарники вот а сейчас уже не делайте вот просто найдите место где более-менее копаемая земля куда можно копнуть и на штык лопаты эти вот жимолости высадите все есть собственно ничего особенного не надо она же не как голубика да которая вот надо вот и вот эти ямы с торфом непременно нет ей такого не надо условий каких-то особенных поэтому вот так ты чё ботву решил собирать что ли а к перегнила бы она в компостные к свекольные то нет я понимаешь тебе надо так ты в компост просто носи чё их собирать-то мешки мало компоста ну просто свекла то она перегниет через полмесяца уже смысл я не буду нет тебе проще в было накидать да и все там смотри какие кучи дальше-то ладно тебе дороже спорить так ну у меня что у меня вот этот вот участок который был под капустой я его сейчас буду засаживать как минимум надо отступать кустик от кустика он вот смотрите вот они сидят вот они пока подростки не даже небольшие я их очень тесно посадила вот эти жимолости считай не выдержала я метр двадцать надо минимум метр двадцать здесь у меня ну метр максимум между ними но я готова была к этому что они у меня сплетут с одной стеной когда вырастут и они действительно будут одной стеной стоять у меня как забор тут а вот поэтому может быть так не стоит делать что можно было со всех сторон подойти хотя с другой стороны если можно с этой подойти и можно с той подойти то в принципе ничего страшного ну вот я сейчас еще и там сажу мне будет вообще сложно подойти но у меня нет мест так хочу это мы в ротике несём или мне пока да точно палочку какую-то несём это косточку маленькой ты носишь да ах ты хулиган ах ты хулиган на сто за собака нет нет не надо эту косточку играть гаткую вкау confinement техач да это ху 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 фу 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 ху Высаживаем. Понятно, что поэтадо этим снегом земля рыхлая и мягкая еще и теплая даже. Пошла я за лопатой. Сейчас высажу, покажу вам. И, конечно, надо обязательно полить. Ну, а место выбираем солнечное, которое защищено более-менее. То есть у нас здесь теплицы, здесь заборы. Ну, как бы, ну, уже прямого какого-то сквозняка нету. Вот. Если нет такого солнечного места, старайтесь так вот. Сейчас я покажу. Это я все про жимолость. Это я все про жимолость. Продолжаю. Не про все растения. Потому что жимолость, она без света плохо будет. Хотя бы старайтесь высадить у забора. Да, вот как у меня там. Потому что забор, если он ну, конечно, не темный какой-то, не поглощает свет, а наоборот отражает. То есть, ну, обычный железный забор, то он будет отражать, как зеркало, это солнце. Вот. Любитель выносить бутву. Понятно, да? То есть у нас вот так солнце падает, и вот этот забор, он как зеркало. Ну, не совсем, конечно, но все равно отражает. Он светлый. Вот. Свет и, в общем, наша жимолость у забора нормально себя чувствует. Поэтому вот так. Все. Я пошла за лопатой. Начало ролика вам сняла. Сейчас высаживаю и покажу, что получится. Но я не могу лопату найти. Я все равно пошла куда-то далеко, потому что я лопату тоже найти не могу. Лопат хватает лопат. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует... Продолжение следует... Так, это кошмар какой-то, как холодно. Руки прямо колели. Тороплюсь, аж снос побежал сразу. Раз, два, три, четыре, пять, и он там шестой за кучкой. Все, посадила, полила, пошла домой греться. Невозможно. Тяжело осенью все равно садить. Лучше весной. На весну заказывайте, лучше будет. Так, пол второго. У нас автоклав с кашами варится. Про каши сегодня ролик сняли, как сделать каши. В автоклаве сегодня у нас три вида. Это горох, гриз, гречи, рис, короче. Три вида. Вот. И вот такая вот у нас гуженина получилась. Сейчас мы ее запекали все утро, два часа целых запекали. Сейчас покажу вам, какая красота. Я рецепт не снимала, потому что, собственно, ничего в нем такого не вижу. Просто специями обмазала вчера с вечера. И все. И сегодня запекали в рукаве два часа. И все. Вот такое мясо получается. Сочное, вкусное. Грудину, индюшачью. Надо придумывать, чтобы посочнее было. Поэтому сейчас попробую. Главное, чтобы мягко было. Вкусненько. Хорошо. Мягонько, мягонько. Два часа само-то. Вот такая красота у нас. Сейчас будет бабушка обедать. Сыр уже сделали. Костырик он у нас тут. Выстаивается, как что-то. Так. Матвей у нас со стрельбы пришел. Хорошо сегодня пострелял? Да. О, молодец. Ай, Дива, балдеет. Ай, Дива, пузик такой балдеет. Какой пузик, да? Ай, Матвей пузик держит. Ой, ой. А висыка аж закудривается. А у меня тут коптильня работает. Видно, не видно будет. Дымит все. О, как она прикуривает. Коптица индейка. Индейка коптица. Какие дела? Алюша сегодня дрова перекидал. Я не успела даже снять. Он не сказал, чтобы я шла, снимала. Я, в общем, не уследила. Так что вот так. Сейчас пошел он рисовать на шахматы эти, как они называются, таблицы на ватмане рисует. Ну там, как кто сыграл записывать потом. Не знаю, таблицы, короче, для соревнований какие-то. Пошел рисовать. Наработался, устал, говорит. Такие дела. Ну как? Вкусно. Вкусно. Закоптили мы мяско. Грудинка индюшачья, копченая. Такая вот она красивая. Рецепт тоже сняли. Все сняли. Все снимаем сегодня весь день. Вот. Ну и всех кормим по пути. Ладно. Все, друзья, буду с вами сейчас прощаться. Сейчас седьмой час. Алеша пошел управляться. Сейчас он будет уже этот ролик монтировать. Потому что сегодня стрим. Как всегда. Восемь по Москве. Мы вас ждем с нетерпением, чтобы пообщаться вживую. Так что готовьте вопросики. Может быть, что-то хотели спросить. Ну или рассказать. Будем всех ждать. Все. Увидимся. Пока-пока.